Санкт-Петербургское государственное бюджетное учредение культуры – историко-культурный музейный комплекс в Разливе и ООО «Третий парк». Вот ООО «Третий парк» повезет нас туда и привезет обратно, вот тех, кто будет участвовать. А повезет оно у желающих участвовать от метро «Черная речка» сверху в 9.45, в сбор, в 10 мы оттуда выезжаем, в 11 начало, в середине дня там будет кофе-брейк, а потом «Третий парк» дает в своем ресторане «Шалаш». В этот ресторан я подарил, как главный редактор газеты «Народная правда», вот такой бронзовый рельеф Ленина, килограмм 60 медий. И он висит, они никуда лучше не придумали, как повесить в бар. Туда входят люди в бар, а там огромные лени. Я думал, они в «Шалаш» отдадут, а они отправили его туда. Ну, во всяком случае, у нас такие дружеские отношения с ними, и они устраивают по итогам конференции в ресторане «Шалаш» фуршет. Разумеется, безалкогольный, а то вы не скажете, что пришли люди, отмечайте. Вы не поедете, когда последние вот так думали, я понял. Это интересно, потому что, во-первых, это государственное учреждение, раз, музей. Во-вторых, ну, третий парк – это капиталисты. Причем и среди перевозчиков городских есть Питеравто и вот третий парк, второе место по объему капитала. Ну, вот он, так сказать, понимает историческую роль. Более того, генеральный директор этого третьего парка, товарищ Дьяковский, закупил два катамарана, и летом от Сестрорецкого вокзала там по воде, по озеру Разлив входят два катамарана и возят людей туда, к «Шалашу». Вот, и поддерживается. Я беседовал с его женой, такая, Евгения Михайловна, она говорит, «Ну, что такое, мы вот бываем за границей в Швейцарии». Говорит, здесь был Ленин, здесь был Ленин, здесь был Ленин. У нас он не просто был, он у нас книгу писал, что у нас хуже, чем в Швейцарии, и они живут там рядом, рядом буквально с «Шалашом». Ну, вот так сложились обстоятельства, что это такое оригинальное такое мероприятие. Участвуют доктора и кандидаты наук, политические деятели, и в том числе из нашего университета. Вот два человека подали уже тезис из факультета социологии. Профессор Синютин и доктор экономических наук Тарандо. Вот, я буду участвовать из Института философии. Вот, профессор Казенов будет участвовать из Политехнического университета. Профессор Золотов заочно будет участвовать из Нижегородского университета имени Лобачевского. То есть, такой серьезный очень состав. Вот, иностранное участие, это Коммунистическая партия Греции прислала. Не будет выступать, есть письменный материал доклада. Но приедет товарищ Школьников из Латвии, и должна приехать Белокурова. Доклад она тоже прислала из Латвии. Вот, товарищ Минхенен приедет, который возглавлял музей Ленина в Тампере. А сейчас доктор философии. У него доклад о политарской интернационализме и независимости Финляндии. То есть, самые разные люди, прежде чем они попали на конференцию, я проводил как председатель оргкомитета отбор тщательный, кто не может тейса написать, он не может и доклад получить. Сначала так. Говорите свободно, но сначала покажите, что вы можете что-то написать. Я, так сказать, поклялся всем, что больше чем 8 минут никто не получит, чтобы конференция была интересна. Это уже 11 конференция, мы знаем. В Москве в Горках проводили, пришли два профессора по полтора часа. Вы видели, что я по полтора часа могу сделать доклад? Нет проблем. Я сегодня с десяти тут вещаю. Сначала у музеологов, потом у вас. Поэтому, если выпустить этих профессоров и ничем их не ограничить, это же страшная сила, хуже атомной бомбы. Поэтому, значит, там вот прочитали двое, там народ поспал и разошелся. У нас, если, допустим, кто-то неудачно выступает, это 8 минут. А дальше следующее идет. То есть каждому, независимо от званий, так сказать, и прочего, каждому дается 8 минут, пожалуйста, демонстрируй, выходи за свой предел. Кто не умеет, пусть выходит за свой предел. Кто не умеет выступать без бумажки, пусть привыкает выступать без бумажки. Или бумажку держи в руках и, пожалуйста. Значит, вот у меня есть билеты пригласительные. Туда можно приехать без пригласительного билета, а не для памяти. Ну, вот кто захочет после занятий, может у меня получить эти билеты. И в субботу в 9.45 на площади около Черной речки собирается там. Бывает интересная картина. Народ собирается много. Люди знают, что это систематически идет. И тут подходит к нам милиционер. Что за сборище такое? Ну, мы без оружия собираемся? Мирно. Но у меня на этот случай, как у главного редактора «Народной правды», имеется удостоверение соответствующее. Какое? О том, что я аккредитован в законодательном собрании. И аккредитован в Смольном. И вот я показываю милиции это удостоверение. Они спокойно отходят. Говорят, мы скоро отсюда уедем. И так далее. Так что вот такое интересное мероприятие. Оттуда по окончании фуршета всех увезут. Снова на автобусах вернут к Черной речке. И все как при коммунизме. Бесплатно. Но за счет капиталистов. Но капиталисты тоже не сами. За счет рабочих. Так что все возвращается на место. Так что вот можете подходить и брать по окончании. А сейчас тема очередная у нас. Развитие. Социальное развитие. Социальное развитие. Социальное развитие. Ну вот я думаю, что это естественно. Мы, так сказать, раскритиковали тягу к изменениям. Лишь бы были изменения. Значит, надо различать те изменения, которые можно считать такими, которые улучшают ситуацию, положение людей, жизнь. И те изменения, которые ухудшают положение, жизнь и так далее. Но это надо все навести некоторую строгость. Для этого существует категория развития. Развитие – это вид изменений. Такое изменение, которое не сводится к пустому изменению, а является движением низшего к высшему, простого к сложному. Развитие движения низшего к высшему, простого к сложному. Движение низшего к высшему, простого к сложному. Иногда говорят и пишут, что, в общем-то, тоже правильно. Движение от простого к сложному, от низшего к высшему. Это, с одной стороны, правильно, с другой стороны, допускает неправильное толкование. Что есть вот простое, есть сложное, а я – третий. Иду – это от простого к сложному. Или вот есть низшее, вот есть высшее, а я – третий. Иду – нет, не третий. Само движение совершается. Движение совершается не какой-то третий, а само движение идет от низшего состояния к высшему состоянию. От простого к сложному. Что такое сложное? составного еще составлено да не случайно чувствуете мы с ним так готовились всю ночь перезванивались по skype разговаривали ведь он блестяще подготовился причем сам то есть как мы готовились всю ночь я спал и он спал мы готовились я к лекции он к ответу на лекции не обязательно перезваниваться но у нас был skype наготове если что так замечательно простое отношение к сложному относится так как вот то почему что-то еще прибавляется новые содержания дополнительные так далее нет ничего абсолютно простого и нет ничего абсолютно сложного правильно всегда есть сложнее и всегда есть проще возьмите от атома пойдите наверх пойдете вы к молекуле от молекулы пойдете к телу от тела уже к целым планетам от планет можете к солнечной системе перейти и дальше больше галактикам и конца края не видать и наоборот атом содержит в себе протоны и нейтроны еще электроны можно сюда заняться строением этих частиц и найти более мелкие частицы бозоны и фермионы и тоже там до бесконечности поэтому какое бы направление мы не направились там всегда можно найти еще более простое поэтому когда мы говорим движение низшего к высшему простого к сложному поэтому низшее к высшему здесь хорошее тоже определение потому что абсолютно простого нету поэтому ванну простое условно простое правда ничего абсолютно простого нет это раз во вторых движение которое мы рассматриваем изменение которое берем это движение от нечто к новому или движение нечто самого от себя к самому себе развитие развитие это движение от одного к другому или от себя к себе от себя к себе но если вы развиваетесь это не вы не от себя идете ко мне а вы от себя менее развитого идете к себе более развитие надо понять вот это движение от себя к себе Вот как развивается человек? Отчасти к целому или от целого к целому? Вот с момента оплодотворения клетки, как идет развитие? Отчасти к целому или от целого к целому? Сначала он чья-то часть, потом он свое собственное целое. Когда это чья-то часть? Никогда не чья часть. Оплодотворенная клетка не чья часть уже. Она самостоятельная теперь. Вот эта клетка оплодотворенная. Дальше идет развитие. От чего к чему? От человека к человеку. А? От человека к человеку. Это человек, но как целое. Какое целое? Неразбитое. Допустим, вот вы книгу сейчас решили написать. Заголовок написали? Написали. Уже это целое. Теперь дальше. Ну давайте теперь главы в следующий раз. Потом через раз уже параграфы. Потом подпункты. Потом тезисы. Тезисы можно обсуждать. Тезисы – это же мысли. Мысли можно обсуждать. А как разворачивать их? Ну это уже, извините, я даже обсуждать с вами не хочу. И разворачивайте, как хотите. У каждого свой стиль. Правильно? Но мысли? Мысли можно обсуждать, так сказать, с научным руководителем. Почему? Потому что мысли – это вот самое главное, то, что можно положить в основу, прежде чем разворачивать ее. А раньше вы будете добавлять цитаты, данные, таблицы, что хотите. И каждый будет писать по-своему. А вот эту работу такую, ну это все движение от целого к целому. Потому что самое... Ну правильно надо выбрать название. Если вы дурацкое название взяли, и будет дурацкая рукопись. С самого начала. Как вы ее потом не развиваете? Вот перестройка. И будет у вас она перестройка. Или реформирование. Или гниение. Чего гниет? Где гниет? Что гниет? Как гниет? Взяли вы тогда хоть горение. Ну тоже что, спалить все хотите? Надо взять... Вот это очень серьезное дело. Раз это движение от целого к целому, надо вот выбрать темы, это очень важно. Очень важно для исследований. Так, ну дальше. А дальше уясняется, что есть разные концепции развития философии. Есть такая вот, ну я бы сказал, пессимистическая концепция развития, которая говорит, что это вот только кажется, что движение от низшего к высшему. А на самом деле все возвращается на круги своя. Вот сейчас что? Весна, да? Ну будет лето. После лета будет осень. После осени будет зима. После зимы будет опять весна. И будут те же сидеть, такие же люди, но только немножко другие. И я буду немножко другой. А так вообще все то же самое. Круговое движение. Что этому круговому противоставляет диалектика? Что на самом деле движение не круговое, а спиралевидное. То есть есть некие моменты повторяющиеся, но никогда не бывает абсолютного повторения. Всегда или хуже, или лучше. Или плюс, или минус. Есть такое понимание развития, что оно чередуется в нем движение, наоборот, от сложного к простому, а потом опять от простого к сложному. Туда-сюда, туда-сюда. И складывается впечатление, что там кто-то есть. То ли вот он там сидит, в этой черной, и мигает нам. Как бы это коронасцедентное. Он то включит, идет все на подъем, а потом отключит, переключит, и идет все на спуск. Эта концепция развития, она очень тесно связана с идеей абсолютного духа, или абсолютной идеи, в связи с тем, что есть высшие силы, которые нами управляют. Если вы хотите получить хорошую оценку на экзамене, вы с этими высшими силами должны договориться. Потому что никакая вам подготовка вам не поможет, если у вас с высшими силами какие-то скандалы. Вы с ними сначала уладьте, а потом приходите сюда. Если мы понимаем так развитие. Есть еще такое развитие. Чем толще, тем более развитие. Вот как было при Хрущеве и дальше. Больше хлеба, больше мяса, больше стали, больше цемента, больше, больше, больше. А потом раз, и меньше стало социализма. И социализм разрушили. То есть само по себе увеличение накопления чего-то, количественных изменений, это еще не есть движение вперед. Не есть движение вперед. Вот говорят, великий человек великий, это от слова большой, да? А Ленин ведь росточек-то маленький. Да и Сталин тоже не высокого роста, да? Да еще у него оспины на лице. Как такие люди могут быть великими, да? Никак не могут быть. Великий, да. Ох! Что же он? Но, как выясняется, что понятие развития и понятие просто накопления и увеличения чего-либо не совпадает. Вот, например, в Горбачевское время такой был лозунг «Больше социализма». Такой странный лозунг, потому что, когда был переходный период от капитализма к социализму, тогда это был разумный лозунг. То есть чем более расширяется коммунистический уклад, тем больше социализма, тем меньше капитализма. Правильно? И сворачиваются уклады другие, а именно там госкапитализм, частнохозяйственный капитализм, мелкотоварный капитализм и патриархальный уклад. Они сворачиваются, а этот расширяется. Вот больше и больше социализма. Но когда уже переходный период закончился, собственность общественная, безраздельно господствует, как может быть больше социализма? Больше уже не может быть социализма. Может быть только более развитый социализм. Нет, некоторые товарищи не удерживаются, что он более развитый. А что является мерилом развитости движения к полностью бесклассовому обществу, к ликвидации неравенства между городом и деревней, людьми физического или умственного труда? Нет. Понимается это вот по-другому, больше социализма. Понимается в том плане, что чего-то накапливается больше. И это вовсе не значит, что есть тут развитие. Или вместо вот такой концепции, которая является концепцией движения, изменения, вдруг явилась такая концепция, с которой КПСС умерла на устах. Концепция развитого социализма. Кто автор этой концепции? Как часто бывает, широко распространенными концепциями, липовыми концов не найдешь. Вот я подозреваю, что Суслов участвовал в этом деле, Цепко, который в ЦК КПСС работал. Почему? Потому что он стал доказывать, что социалисты-утописты – это эгоисты. И так далее. Ну вот такая концепция. Как бы начали говорить нам, рассказывать, что вот партия, она разрабатывает теории. Так ведь не бывает. Всякая теория в головах одного-двух человек. И всегда есть ответственный. А что значит партия разрабатывает? Кто это разрабатывает? Вдруг внезапно появляется, прямо на съезде, и тут же голосует. И с помощью голосования решается вопрос об истинности. И голосовали за всякую ерунду. Например, голосовали за то, что диктатура патриата себя уже исчерпала. Хотя у Ленина в Великом Бочине написано, что диктатура патриата означает власть рабочего класса, которая сохраняется и необходима до полного уничтожения классов. А для этого нужно уничтожиться лично между городом и деревней, людьми физическими, людьми умственными трудами. Это дело очень долго. До этого было когда-нибудь еще. Это во-первых. Во-вторых, есть не каноническое определение диктатуры патриата, а такое диалектическое. В детской болезни довезны в коммунизме, что это упорная борьба. Насильственная и мирная, кровавая и бескровная, военная и хозяйственная, педагогическая и администраторская против сил и традиций старого общества. Значит, социализм – это низшая фата коммунизма, где есть родимые пятна капитализма. Силы и традиции старого общества есть, а правящая партия говорит, все, ребята, всякую борьбу заканчиваем с силами и традициями старого. И посмотрим, что будет. А что будет, если силы и традиции старого общества существуют, а силы, которые с ними борются, демобилизуются. Все, больше не боритесь, что бы ни было. Главное – успокоиться есть. Идите, смотрите, что будет. Что будет. Ну, и, так сказать, разрушается Советский Союз. Не так уж быстро разрушается. Собирали его 18 лет, а разрушили за 30 лет. И снаружи, и внутри. Причем с этой самой концепцией развитого социализма. Я поэтому, как бы, так сказать, народ там шутил, что как пишется это развитого социализма. Мы вступили в этап «разве то социализма». Все слова отдельно. Или «развитой социализм» – это такая высокая стадия социализма, когда еще без денег ничего не дают. Ну, и за деньги уже купить ничего нельзя. Однажды я был в Белоруссии, в Гомеле, ходил на Гомсельмаш, и утром просыпаюсь в гостинице, газета там, «Звязда», а там написано «Мы по-белорусски, мы вступили в этап «спелого социализма». О, думаю, сейчас он спелый, сейчас гниет и упадет. Ну, как может быть социализм развит, если он по определению не полный коммунизм, не развитый, не спелый, не зрелый? Как может незрелый коммунизм, оставаясь социализмом, стать зрелым? Если он может перейти в зрелое состояние, это будет уже не социализм, это будет уже полный коммунизм. Либо это полный коммунизм, либо это незрелый коммунизм. Ну, незрелый, когда станет зрелым, будет полный коммунизм. Тем не менее, придумали такую схему, и вот этому развитому социализму соответствует якобы некое общенародное государство, про которое еще Энгельс писал, что это жареный лед. Никогда не пробовали лед жарить? Масло можно не добавлять, не пригорит. Попробуйте. И сухая будет потом сковорода. Все хорошо. Можно жарить совершенно спокойно. То есть, либо это народное государство, тогда это уже не государство, потому что государство понятие классовое. Либо, если оно еще не народное, ну, так тогда оно какого-то класса государства обязательно. Это классовое. Это машина насилия для проведения политики господствующего класса. Никаким оно народным быть не может. Соединение слова народ со словом государство недопустимо. А Ленин еще более резко высказывался, что тот, кто не понимает, что должна быть либо диктатура буржуазии, либо диктатура пролетариата, тот либо безнадежный идиот, либо политически настолько неграмотен, что его не только на трибуну, но и на собрание пустать стыдно. И вот, я думаю, что можно только стыдиться за этого самого первого секретаря Хрущева, который вылез на трибуну 22-го съезда и вот эту чепуху насчет того, что диктатура пролетариата уже этому не нужна, провозгласил. И провозгласил всякие такие вещи, вроде, что мы скоро будем в докладе о программе партии, что через 10 лет будет у нас первая фаза коммунизма, а потом будет высшая фаза коммунизма, через 20 лет. Во-первых, сколько раз Ленин предупреждал, что намечать такие вещи, когда какие-то социальные изменения по времени произойдут, ни один серьезный социалист не может и не должен, потому что это вопрос борьбы, а вот вопрос не наметок. Это во-первых. Во-вторых, первая фаза коммунизма у нас с какого времени? В середине 30-х годов, когда общество основано на общественной собственности, на средства производства, а общее означает коммунизм, это коммунизм. Так что в первой фазе уже давно жили наши деды и отцы. Поэтому как можно еще? Вот они жили уже, они еще намечают 10 лет, через 10 лет будет только. То есть люди вообще не разбираются в теории. Ну а высшую фазу, как вы можете сказать? Вот говорят сейчас, о, Китай там, может только через 100 лет закончится переходный мир. Может и через 100. Ну а почему может быстрее Китай будет? Как себе представлять? Там, между прочим, 380, простите, миллиард, 380 миллионов человек. И вы думаете, там вот прям быстро будет. Кто такие знатоки, которые знают, как быстрее сделать? Тарабыги такие. Поэтому в таких вопросах вот такого не может быть. Ну, во всяком случае, видно, что граждане, которые у нас стояли в 60-х годах, в годах у руководства, они в этом совсем не разбирались. Вот в том, что мы сейчас разбираемся с вами, может быть, вы скажете, я уж очень дотошно там, давайте установление, давайте изменения, давайте развитие. Ну, так если не разжевать, ну, это же невозможно как. То есть просто все это в кучу смешано, и такие глупости говорят с самых высоких требований. Зачем нас так обижать, чтобы такие вещи вот говорить? Так вот, развитие состоит в том, чтобы двигаться от себя к себе, например, социализм развивается от себя к себе на собственной основе, как коммунизм, потому что развивается от себя к себе, и он остается неполным, а когда все родимые пятна капитализма будут преодолены, это будет полный коммунизм. Так? Так. Это соответствует критике Горгской программы, где Маркс ни слова о социализме не говорит, даже не употребляет такого понятия, потому что было понятие такое, вот коммунизм бывает, низшая фаза, высшая фаза, первая стадия, вторая стадия. Кстати, и капитализм тоже ни в одной стадии укладывается, правильно? Есть капитализм свободной конкуренции, а конкуренция ведет к монополии, и поэтому есть вторая стадия капитализма, монополистический капитализм. И его форма, последняя империализм государственный, монополистический капитализм, как канун социалистической революции. Теперь вопрос второй. А может быть такое развитие, низшего к высшему простого, к сложному, без борьбы противоположных тенденций? Вот диалектическое понимание развития состоит в том, чтобы рассматривать развитие как процесс борьбы противоположностей. Но если вы от низшего к высшему идете, то низшее борется с высшим, высшее борется с низшим. Борьба высшего с низшим дает тенденцию движению наверх, да, к высшему, а борьба низшего с высшим дает тенденцию движения назад, спять. То есть всякое развитие совершается через борьбу противоположностей, через борьбу противоположных тенденций. А как называются эти тенденции? Вот такая тенденция, которая совпадает с направлением развития, называется как? Прогресс. А вы как думали? вы замечаете, что я никаких новых слов не употребляю? Вот вопрос не в том, чтобы напридумывать новых слов, а взять истинное значение тех понятий, которые всем известны. И Гегель специально останавливался на разъяснении того, что именно потому, что эти понятия всем известны, ну, кто будет задумываться над тем, что и так уже известно? И поэтому люди с этими понятиями, смысл которых они не осознали, они познакомились еще в детстве и с детскими представлениями и живут до глубоких седин. Ну, кто вас заставит заниматься тем, что вам и так известно? Поэтому мы как бы проходим снова по тем вот понятиям, по тем категориям, которые мы употребляли многократно, но употребляли, не понимая их, или вполне не понимая, глубинный смысл этих категорий, этих понятий. А категории это ключевые понятия, фундаментальные, не всякое понятие, понятий много, категорий мало. Все категории диалектики, вот можете открыть на укулогике, ничего не читать, а взять по углавлению пробежаться и узнать, и можно взять все переписать и пронумеровать даже, как они идут, в каком порядке, сколько их, и все. То есть вы ничего не читали, вы ничего не изучали, но вы знаете сколько этих ключевых понятий диалектики. А остальные тоже есть, но они не ключевые, они с этими связаны, и на этом построена вот система диалектики. Таким образом, развитие, надо понимать как борьбу противоположностей, и тенденция позитивная, то есть совпадающая с направлением развития, называется прогрессом. А вы как думали? Так вы и думали, только они вполне сформулировали, да? А понять, значит выразить в понятиях. Если вы не можете или я не могу выразить в понятиях, значит я не могу передать другим. Поэтому мы не должны оказываться в положении такой умной собачки, которая преданно смотрит на хозяина, внимательно слушает, что он говорит, все понимает, но просто не может никому пересказать. Или попугай, он вообще может все повторить, но ничего понимает, не понимает в этом. Он может все повторить. Поэтому, скажем, экзамен никак не может состоять в том, чтобы просто повторить, что я, например, тут говорю. А вы, как будто я вас с этой черной покрывало снял, и вы, значит, раз и все повторили. А потом снова я покрывало надел, и уже этот попугай не говорит. Попугай нам тут не нужны, правильно? Нам нужны люди, которые самостоятельно в этом разбираются. Самостоятельные люди, самостоятельные, которые стоят сами, а они все время нуждаются в постоянной подпитке. Наоборот, кто такие вот преподаватели с этой точки зрения? Это костыли. А что, вы все время с костылями, что ли, будете ходить? Вы что, инвалиды умственные? То есть, вы послушали меня, поблагодарили и пошли себе дальше в жизнь с теми понятиями, которые вы приобрели, получили, в том числе и с моей помощью. Но это не единственная помощь, вы учитесь, то есть, вы всесторонне учитесь и сами контролируете процесс своего обучения. А вам есть понятие, понимание, я обучаю... Вот что такое с мягким знамом? Себя. Вот вы себя обучаетесь. Это я считаю, что я вас обучаю, а вы-то обучаетесь здесь. Мало ли, у вас много преподавателей, а вы одна. Вы вот все это берете, отвечаете за обучение, кто? Вы отвечаете. Мы тоже как бы отвечаем, но вы же самые заинтересованные. Мы какое дело? Мы вам помогаем. А получится или нет? Ну, это от вас зависит во многом. Или в первую очередь. Так, раз развитие это борьба противоположностей, то, значит, наряду с прогрессом есть и другая противоположная категория. Это тенденция движения высшего к низшему, сложного к простому. Как называется? Регресс. А в общественных процессах реакция. Реакционеры. Кто такие? Те, которые поддерживают эту реакционную тенденцию. Она всегда есть. Поэтому реакционеры всегда есть. Есть тут реакционеры, они ни за что не скажут, если даже есть. Я их знаю. Все молчат. А если спрошу, а есть что за прогресс, сейчас все поднимут. Поэтому я их спрашивать не буду. там выяснится потом, по ходу дела. И вот, казалось бы, все хорошо, мы разъяснили, развитие идет через борьбу противоположностей, через борьбу. А эти противоположности какие? Движения в сторону низшего к высшему и противоположные высшего к низшему. То есть идет борьба нового со старым. Раз идет борьба нового со старым, давайте представим ход этой борьбы. Вот когда новое рождается, передовое, оно как? Оно очень шире, хорошо распространяется, оно слабее старого или сильнее? Слабее. Очевидно. Правильно? Когда только рождается. Вы видели, едут мама с ребенком около этой женской консультации. Но кто сильнее? Я думаю, это вопрос не подлежит обсуждению. Мама, конечно, сильнее. Ну что, ребенок может? Ничего не может. Но он новый. Поэтому в борьбе нового со старым кто выигрывает? Сильнейший или слабейший? Что мы все молчим? Новый выигрывает? Интересное дело. Значит, мы выяснили, что новое слабее старого. А в борьбе кто выигрывает? Сильнейший или слабейший? Вы что говорите-то? Сильнее. Сильнейший выигрывает. А? Сильнейший выигрывает. Ну так сильнейший. А кто сильнейший? Пока что старый. Пока что старый. Вот теперь все хорошо. Видите, как мы с ним подготовились? У нас была подготовка очень серьезная. И даже некоторые провокации у нас предусмотрены. Пусть думает вот так. То есть выигрывает сильнейший. А раз сильнейший, проигрывает новое. Но если оно новое передовое, не в смысле новое, что оно вот как при перестройке бывает, невиданная ранее какая-то очередная глупость, а новое в смысле того, что оно передовое, оно терпит поражение, но не пропадает и не исчезает. Допустим, вы в борьбе за истину, вот со мной начнете бороться, поскольку у вас опыта меньше, вы моложе и красивее, а я буду вас выигрывать. Но на начальном этапе. А потом я и так вообще уйду. Или вы меня переспорите. Так ведь? То есть если это новое передовое, оно же никуда не пропадет. Вся история говорит о том, что если что-то новое открыто, то оно в конечном итоге побеждает. Ну, бывает в конечном. Например, Джордана Бруно отстаивал последовательную идею о том, что Земля вращается вокруг Солнца. Его взяли и сожгли. Где гарантия? Вы будете отстаивать что-нибудь правильное? Возьмут вас и сожгут. Может и не будут. Сейчас такое время, что сейчас не сжигать. Может, молдайте, что хотите, а мы по телевизору скажем в тысячу раз громче и шире. И ваши все высказывания вообще утонут. Правильно? Поэтому никакого смысла нету с кем-то отдельно бороться и говорить «вот, надо заткнуть ему рот». Зачем ему заткать? Потому что никто не услышит. Правильно? Мы же в демократическом обществе живем. Зачем? У кого больше денег, тот больше растиражирует свои идеи. Правильно? У вас много денег? Хотел попросить взаимы, но не буду. У вас денег нет. Ну ладно. Значит, вы немного и распространите своих идей. Самые светлые, светлые ваши идеи. Светлые, пресветлые. Ну, они... А темные, которые, за которыми стоят большие деньги... Вот не случайно вы смотрите телевизор, а там то тараканы, то убивают, то стреляют. Кровь льется рекой. Как будто она у нас не льется там в той же Сирии, как будто нет ИГИЛ, а там все показывают инопланетян, как они. И вдруг с ними чертаново борется? Успешно. И этим занимается никто иной, как Бондарчук. Хороший вроде режиссер. Вот деньги делают ребята. Все другого не придумаешь. А деньги бы не маленькие. Но мы при капитализме живем. Какая цель капитализма-то? Самозрастание капитала. Все хорошо. С точки зрения капитализма молодец. А с точки зрения общественного развития не поддерживает эту тенденцию к развитию. Негативная тенденция. Короче говоря, когда новое появляется, оно слабее старого, и старое его побеждает, а новое терпит поражение. Но раз оно передовое новое, а не просто невиданное новое, оно в этих поражениях... Вот если вы потерпите поражение, но не сломаетесь, что будет? Вы будете закалённый в боях. Правильно? Боец с седою головой. Помните, как в этом поётся? Евгений Онегин. Боец с седою головой. Но закалённому борьбой бойцу с седою головой. Да, то есть который уже много прошёл испытаний, поэтому он укрепился. И вот на известном этапе, набравшись сил, это новое передовое начинает выигрывать. Если вы думаете, что это абстрагировано от нашей действительности, любой, в том числе научный. Ну вот как вы думаете, сколько нужно человек проголосовать, какой процент должен учёного совета проголосовать за новую кандидатскую диссертацию, чтобы она считала защищённой? Вот учёный совет будет рассматривать, кто-то из вас пойдёт кандидатскую защищать. Я это проходил, я знаю, и вы пойдёте, и вы пойдёте, кто-то пойдёт. И сколько нужно процентов учёного совета за вас проголосовать должно? Две трети? А как вы считаете, как может за новое передовое сразу две трети учёного совета проголосовать? Такое может быть? Если какая-нибудь у вас пустяковина диссертация, да пусть он говорит и проголосует, мы все спим тут на совете и за вас проголосует. А вы вылезете и начнёте против меня там выступать. А я член совета. И он член совета, и он, и он. А вы кто такой? О, какой пришёл. Раз, и мы одну треть-то наберём. Чего, мы одну треть не наберём? И всё, вы проехали. Молодой человек. Здесь раз выступайте умнее. Того назовите я, и на труды этого опираюсь, и на труды вот этого, и труды. Прямо вот вы нас продвигаете, вот. И если вы зарубите его, то значит нас как бы нет. А он просто вот воплощён, наверное, мы. Он уже учёный, он раз-раз-раз-раз и проходит мы. Две трети так просто. Как может быть за новое сразу две трети? Вот скажите, пожалуйста. Новое же рождается в одной голове? Ну, в двух. Вообще-то в одной. Ну, всегда, кто раньше, да? В одной голове. Ну, кто открыл геометрию Евклидова? Лобачевский? Ну, а венгер бы я и думал, что он открыл, а потом выяснилось, что несколько месяцев назад уже это Лобачевский сделал. Всё, опоздал. И он там ему статейку сделал, а у Лобачевского целая книга написана. Так всегда в науке бывает. В одной голове. Как может быть, и третит сразу? Как такое вообще может быть? Ну, а доктор сказал, вообще вы хотите? Вот мы стоим, доктора наук, профессора, сплочёнными рядами. А он тут пришёл. Чё вы? Говорите, что никто такого не сделал, невиданно, не слыханно. У вас новое научное направление. Мы вам покажем направление. Не, мы ничего не будем, даже и выступать не будем. Поэтому у нас же тайное голосование. Раз, открываешь все, один за. Ну, такое было однажды. Проводили преподаватели по конкурсу. И все один за. То есть он на увольнение идёт. Поскольку один за. И каждый подходит, говорит, это я за тебя голосовал. И вот он подходит, говорит, это я за тебя. И он подходит, это я за тебя. А он послушал, послушал и говорит, сволочи, это я за себя голосовал. Он был членом совета. Он один проголосовал за себя. Я когда был ассистентом молодым, тоже конкурс проходил. А эти спрашивают, слушай, а ты как вообще голосовал за то? Я прошёл на бровях. Одного голоса, только-только на одном голосе. А я говорю, я воздержался. Мне говорят, Саша, дурак, еле-еле прошёл, мы бы иначе сейчас вот надо было проблемами решать, что с тобой делать. Больше так не делай. Какой-то сразу может быть две-три. А там только половина надо, если на конкурс, на должность половина. И на должность профессора, и на должность ассистента и доцента. А вот на кандидатскую, диссертацию на докторскую, или на звание доцента, или на звание профессора две-трети. Я тоже, например, на звание профессора не сразу прошёл. Один раз меня в Большой Совет завалил. Я даже обратился к учёному Совету, говорю, а вот, а можно спросить? А ректор говорит, пожалуйста, Михаласевич. Ну, меньше я получил двух-третьих. Больше половины. Больше половины же, хорошо же. Больше половины университетских профессоров за меня проголосовали. Это почётно. Но меньше, чем две-третьи. И звание это не даёт. Я говорю, давайте посмотрим. Вот по научной... Я должен, конечно, какие-то ошибки исправить, да? Ну, раз не набрал. По научной работе есть претензии? Нету. По учебной работе? Нету. Значит, по политике? А, так здесь тогда партком, а не учёный совет. Они так все головы... Ну, и зовут меня снова. Идите ещё, идите. Я говорю, нет, меня и так знает, что я профессор. Не надо. Я ждал, когда пройду на должность второй раз. Ну, и тогда, получается, человек два раза по пять лет, десять лет находится на должности профессора, а звание всё ему не даёт. Уже всё это через край. И поэтому я, когда прошёл второй раз, и после этого получил... Я защитил докторскую в 1987-1989. Её утвердили через два года. Я перезащищал в Институте философии, и в ВАКе был закладом. А потом я с 90-го года был профессором. И только в 95-м году получил учёное звание. Вот. Так что вот такая была история. Ну, я же не на улице стоял, так сказать, под дождём. Ну, подумаешь, звание. Ну, зовите меня как хотите. Процесс такой нормальный идёт. Совершенно. А если бы я... Меня звали. Давайте второй раз поставим вас на звание. Я бы второй раз получил отрицательное решение. Сказали, так его на должность нельзя избирать. Правильно? Если человек два раза на звание не проходит. Как можно такого держать в профессорах? Я бы не держал. Я сказал, не-не-не-не. Мы бы я подождал. Ничего страшного. Ну, это уже теперь давнишнее время. То есть я аж с 95-го года уже сколько лет уже профессор? С ума сойти сколько? Ну, это очень часто бывает. Вот мы были оппонентами по Гегелевской диссертации про Топопова. Он блестящего нас защитил докторскую год назад. Казёнов профессор был, я оппонентом, ещё один товарищ. Вот. После этого в ВАК. Его направили в ВАК на перезащиту в Институт философии. Как меня. Но я в Институте философии получил положительное решение. Ну, две трети. А он не получил две трети. В частности, потому что он... Сейчас можно ведь без монографии. Я уже монографию издал. Уже более широкое было распространение этих идей. А у него ещё монографии не было по Гегелю. И вот выступает там руководитель сектора. Экспертная комиссия положительное дала заключение. А те, кто были против... Выступила одна доктор-наук, профессор, и сказала, не, не надо. И он получил меньше двух третей. Меньше двух третей – всё. Ну вот, может быть, там ещё этот вопрос как-то дорешится через ВАК. Но пока вот он подписывается кандидат-наук-доцент. Вот он будет выступать в субботу на конференции про топопов Иван Алексеевич. Так что это обычный... А вот если бы слабая была диссертация, никто бы не обратил внимания, он так бы и прошёл. А если сильная, так вы хотите тут на уровне со мной встать? Ну нет. Нет, так не пойдёт. А потом, когда я уже вон постарею, да пускай становится, что нет. Так что в борьбе нового со старым вот это новое укрепляется и начинает что? Съяснить уже старое, правильно? То есть оно, если оно передовое, то оно в поражениях учится. За одного битого сколько дают небитых? Что не знаю, сейчас поговорку? Двух небитых дают, все на бирже, все знают это. Двух небитых. Если вот вас побьют, значит за вас уже двух будут давать. А если еще побьют, может четырех уже будут за вас давать. Представляете, какую силу вы набираете? И вот тот набирает эту новую силу и становится сильнее старого и начинает его систематически теснить. И так получается всё здорово уже, хорошо. Хочется на этом поставить точку, но точку нельзя ставить, потому что появляется новое, по отношению к которому это новое уже старое. старое. И процесс начинается сначала. И вот это новое передовое, которое уже освоилось и широко распространилось, начинает активно подавлять, сопротивляться новому новому. Это я вас тормозил, а как вы будете еще тормозить? Еще вспомните, ага, меня вот тормозили, я вам покажу. И так далее. И пошло. Поэтому вот этот процесс, о чем он говорит? Ну это сейчас еще классовая борьба есть в мире, а не будет, когда классовая борьба. Что, борьбы, развитие будет без борьбы? Нет. Это вот мы сейчас рассматриваем этот вопрос о борьбе, противоположности и развитии. Он не связан именно с классовой природой. Это сейчас еще прогрессивная тенденция связана с передовым классом, а реакционная с оживающим классом. А классов не будет, что не будет борьбы. Вот у меня был такой случай. Я в Доме политпросвещения выручал заведующего. Заведующий говорит, не пришел преподаватель. Вы можете прочитать лекцию? Артистам драматических театров. Чего-чего? Драматических? Первый раз такое. Ну, говорит, выручайте, как хотите. Думаю, что я могу? Ну что я могу артистам прочитать драматических театров? Я к ним пришел. Они сидят вот так, как вы, говорю. Ну, вы же понимаете, что мы с вами при коммунизме жить не будем. Давайте я вам про коммунизм расскажу, про полный. А при полном коммунизме будет борьба. И начал им рассказывать про борьбу нового со старым. Вот то, что сейчас вам рассказывают. Они это все, это им понравилось. Они это усвоили. Говорят, в итоге, значит, будет борьба нового со старым. Трагедии будут. Будут драмы. А вы какие артисты? Магодраматические. Ну, все, говорю, у вас работы будет. Завались при полном коммунизме. А то вам сказали, скоро не будет никаких противоречий. Все будут стоять у хоза труб, по которым текут всякие блага. Да? Полным потоком. И вы вообще не нужны. Не-не-не, ребята, вы все отмобилизованы, еще больше придется. Потому что будут, понимаешь, что новое появляется. Вот я пианист, хороший. А вы руководители этих самых, которые подразделения из министерства культуры решают, кто, какой, и в каком зале, и где выступает. Вот он выступает, я не выступаю. Он выступает, я не выступаю. Он все знает, меня никто не знает. И то, что я лучше его играю, это вы только знаете. И я знаю. И он знает, но он выступает. А он против меня ничего не имеет. Ну, ему дают, а мне не дают. Такого нету у нас. Или вот есть Плетнев Михаил Васильевич, а есть Спиваков. Кто крупнее? Ну, этот, скажем, Плетнев, это сто Спиваковых. Потому что Плетнев и музыкант, музыкант какой, и композитор, и дирижер, и руководитель оркестра, и пианист высочайшего класса. А Спиваков, вот и играет оркестр, он, так сказать, виртуозы Москвы. Это камерные, они без дирижеров могут обойтись. Одно время взяли и поставились Павакова на оркестра, который создал Плетнев. И после этого коммерсант, когда снова пришел Плетнев, написал о родительских день, наконец-то вернулся отец оркестра. И, наконец, он заиграл былую силу и так далее. Приедешь, скажем, в заграницу, я был в Бельгии, в Антверпене, заходишь в музыкальный магазин, там, пожалуйста, Плетнев, все концерты Чайковского, или всего. Все это есть. Не знаю, этого никого, никто и не знает других. Сейчас ему 60 лет, вот он в Колумбии выступал на, со своим, выступал на днях русской музыки в Колумбии. Интересно. И вот у Спивакова есть дом музыки на Красных холмах в Москве. Огромное, значит, заведение. А Плетнев ютится, репетиция своего оркестра делает в бывшем кинотеатре на улице Гарибальде. Так получается. Но от этого хуже он не становится, от того, что у него похуже немножко эта самая база. Потому что все музыканты стремятся попасть, те, которые хотят творчески развиваться, попасть в Плетнев. И о нем, скажем, Масуев написал и говорил, что это гениальный, а не музыкант нашего времени. И так далее. То есть, ну и вся, так сказать, история научная там, и история деятелей искусства говорит о том, что это связано с всякими трагедиями. Биткоин писал музыку, будучи уже оглохшим. Было такое дело? Было. И сказать, что вот, скажем, те, кто самые гениальные, самые богатые, уж точно никак. Никак это не совпадает. Правильно? Никак не совпадает. Потому что самые гениальные – это люди, которые продвинули человечество вперед. А если я сам себя продвинул, у меня три острова. Видите, что я вот круче, чем вы? Круче – это круче. Но потом меня никто не вспомнит, а вас вспомнят. Если вы что-то сделали для человечества. Правильно? То есть, вот это очень важный вопрос. Очень важный вопрос. А потом уже, вот разобравшись в самой теории вопроса о развитии, можно уже применять это с учетом того, что сейчас еще общество классовое, и поэтому и классы делятся на тот класс, который передовой, и который является реакционным. Причем они не всегда передовые, и не всегда реакционные, а это тоже исторические категории, потому что было время, когда владельческий класс был передовым или не было. Ну вот владельцы, когда устанавливали свое государство и создали государство, в рамках которых установилось разделение труда, и появились науки, искусство и так далее, и это, это вовсе не говорит о том, что эксплуатация – это хорошо, но говорит о том, что это некая историческая необходимость, и с этого момента началось бурное развитие человеческого общества, рабовладения. Хотя сами рабовладельцы потом, из-за того, что они все функции передали своим рабам, давайте вы будете, мой раб, я вам и функции, и лекции передам, а сам буду отдыхать. До того, да отдыхаешь, что уже потом не смогу вообще ни одной лекции не читать. Так и было с рабовладельцами. А вы будете читать и читать, а потом вы меня в сторону, и все. Дескать, набежали варвары. А что вы раньше живы, так сказать, так здорово воевали? Такие были государства мощные, да? И в Греции, и в Риме. И как это какие-то варвары вас разрушили, таких культурных людей? А потому что разложились. Ну все функции передали рабам. А вы видели, как уже в позднесоветское время все руководители зачитывали. Вы мне пишите, а я зачитываю. Вы умнеете, а я глупее. Вы умнеете, а я глупее. И совсем глупые стали. Ничего уже не могут сказать без бумажки. На уровне секретарей парткомов то же самое. Я как-то сидел рядом с секретарем парткома Балтийского завода. Я его спрашиваю по поводу доклада, который он зачитывал. Он говорит, я не знаю, это не я написал. А в первом ряду сидит парень, который писал этот доклад. Так кто у нас? Когда у нас идеологи. Идеологи не те, которые читают, а идеологи, которые пишут. А те, которые пишут, за что отвечают? Да ни за что. Их никто не избирал. Они денежки получают и что хотят, там просовывают. И насколько это было распространено? Ну это всеобщая была болезнь. А вы представляете, чтобы Ленин сидел или Сталин? Что за ерунда какая-то? А как пошло это, начинает? А Хрущев, если он как, он отступит от текста и вообще хинею понесет? Начнет стучать башмаком. Как вы говорите, его в культурное место и пускать нельзя. А дальше? Хоть Брежнев, хоть Черненко. То есть пошло дело. Даже такой вроде уважаемый человек. Кто у нас там был после Черненко пришел? Андропов, да. Говорит, мы не знаем то общество, в котором живем. Ну, здравствуйте. Он генеральный секретарь, не знает то общество, в котором... Как ты тогда можешь быть генеральным секретарем? Я, например, прежде чем что-то высказываться по вопросу об управлении обществом, я исследовал его противоречия. Там свои диссертации доктора. Вы можете взять книгу мою. Планомерное решение противоречия развития социализма как первую фазу коммунизма. Она была издана в 86-м году. Еще при социализме. Ну, правда, в умирающем. И, ну, после этого, я вот с этим могу выступать и отстаивать. Ну, если человек не знает вообще общество, в котором он живет, он не видит противоречий, не знает, откуда идет опасность. Где, так сказать, наши союзники, где наши противники. Ничего невозможно сделать. Как так можно руководить? И этот человек сам заявляет, и при этом он считает возможным оставаться генеральным секретарем. Ну, а, скажем, более поздние руководители, у них какое представление? Вот сейчас, у того ли Дмитрия Анатольевича. Он у нас выпускник нашего университета, юрист. Ну, и какое у него представление об экономике? Что есть рынок, который все решает. Он говорит, вот, мы должны уходить из экономики, государство имеется в виду. Но если мы уйдем, у нас не будет двигателей. И они вынуждены переходить все время к созданию крупных корпораций, создавать двигателестроительную корпорацию, приборостроительную, авиакорпорацию, самолетостроительную. То есть они представители крупного госмонополистического капитализма. И медведи в том числе. Но как они туда идут? За дом. То есть они говорят о рынке, а на самом деле они осуществляют развитие государственно-монополистического капитализма. Поскольку они идут, как говорится, вот головы у них повернуты в сторону рынка, все это получается непоследовательным путем. Есть закон о стратегическом планировании. Планирования нет стратегического. 70% волового выпуска дает госсектор у нас. 70%. В рамках этого сектора нет никакого плана. Возьмите, дайте мне, покажите хоть одну монополию мировую. Хоть одну. Или в какой-нибудь стране, в которой бы не было плана. Ну, если это моя собственность. Одна. Класс капиталистов имеет собственность. 70%. Здесь должен быть план. А дай остальным заказы. Вот вы капиталисты, я даю вам заказ. Откажетесь? Не получите финансирование бюджетного. Согласитесь, получите бюджетное. Еще вы будете с ними соревноваться с двумя. Кто лучше сделает? Что мы не знаем, как идут работы на заказ, как идет во всем мире. Так надо планировать и давать заказы. 70% уже планировано, а остальное по заказу. И программа развития экономики. И план развития экономики в масштабах этих 70%. Где это? Нет этого. То есть нету того, что освещает дорогу. Спрашивается, может ли автомобиль с большой скоростью ехать в темноте, не включив большие фары. Нет. Поэтому как повысить темпы роста? Никак вы их не повысите, если вы не составите плана. Вы хотите не накоплять получаемую прибыль, а просто ее отправлять в офшоры и хотите, чтобы повышались темпы экономического роста. И у нас темпы роста высокие в каких областях? В области создания долларовых миллионеров 10%. Прирост за 2016 год. А Европа эта, дохлая, там падение числа долларовых миллионеров на 4%. Вот как мы их делали. А в мире только на 3%. А мы в три раза более крупные темпы роста по числу долларовых миллионеров имеем. Вы гордитесь этим? Нет? Чего вы не гордитесь? Чего-то у вас на лице это не видно. Тогда о миллиарде расскажем. 11%. Вы довольны, что у нас? Ну и что, что у нас там зарплата 92,5% от 2013 года? И ерунда, что у нас доходы граждан реальные. То есть выраженный продукт, а не в бумажках. 90,5% от 2013 года. Ну вы же должны понимать, что если мы хотим вырваться вперед по числу миллиардеров долларовых или миллионеров, так это же не бывает так, что вот если у нас экономика не растет, значит надо отсюда взять и туда добавить. Ну от вас взяли и туда добавили. Что вы не улыбаетесь? Все-то все равно не выйдут миллионеры. Ну вот вы хоть за них порадуйтесь. Это наши миллионеры. Наши. Свои. Вырастили. У нас такая экономика. Никакой нет доли в мире нет. У нас соотношение доходов самых богатых и доходов 10% самых бедных – 32. А в этой Америке слабосильный – всего 9. В Европе – 5-7. В странах Скандинавии – 3-5. Во как надо хозяйствовать. Чувствуете? Все равно у вас нет. Я вам рассказываю так с энтузиазмом, а вы все равно без энтузиазма на меня смотрите. Не знаю, чем вам завлечь просто. А вы, наверное, хотите сами стать миллиардершей. Как Батурина. Батурина. Надо стать женой мэра Москвы. Надо поставить такую задачу. Как еще я не знаю, как еще решить. Не знаю. Это сложно. Может быть, какие-то крупные идеи. Но вы же знаете, что от трудов праведных не наживешь палат каменных. Это народная мудрость. То есть, если у него палаты каменные, уже Следственный комитет может приходить и начать исследовать. Расследовать. Потому что сразу-то нельзя сажать. Надо сначала выяснить, за что. А если начать выяснять, сразу найдется. Так же не бывает. Экономика не растет. Научно-техническая пресса не продвигается. Про производительность труда молчат вообще. Вы слышали, что кто-нибудь выступал и рассказывал нам про производительность труда? Не скажу. Какая у нас производительность? Нет? А в чем дело? Это же самое главное. Производительность труда. Потом она растет при всяком строе. При всяком. Даже когда разрушается экономика. Но если вы выбрасываете эти станки, вы же не самые передовые выкинете. Вы выкинете старые. А новые оставите. И уже будет рост производительности труда. Продукции будет меньше. Но производительность труда будет больше. Поэтому чего скромнее еще люди? Ну, рассказали бы как. А то говорят, гигантский разворот НТР. Где разворот? Куда разворот? Покажите поворот. Потом некоторые пишут сейчас. Скоро будут роботы все делать. Ох, здорово. У нас, значит, роботы имеется в виду, это роботами как называют? Вот немцы называли роботами наших вот остарбайтеров, которые работали у них. Их задача – работать и работать. А у нас кто такие роботы? Это, видимо, гастарбайтеры. В смысле, какие роботы? То есть они не в профсоюзах, никакой защиты у них. Работать, работать и работать. У Маркса есть такой критерий применения машин. Если очень высокая зарплата, то становится выгодным купить машину. А если зарплата маленькая, зачем покупать машину, набрать рабочих больше. И пусть они работают. То есть если сейчас нужно выкупать большую яму, ну, не очень большую. Не очень большую – два гастарбайтера, а побольше – 10 гастарбайтеров. А если глубокий котлован – 400 гастарбайтеров. Зачем экскаватор-то гнать? И дешевле будет, и шума меньше, и не надо гнать оттуда этот экскаватор, платить. То есть это связано прямо, напрямую. Уровень зарплаты, который понижается. Какое может быть развитие техники при понижающей зарплате? Если у нас, как говорит товарищ медицин, умная экономика. Ну, если умная, так надо образованных людей. А что, для этого нужно сократить образование на один год? Для этого, чтобы была умная экономика. Правда? Она была глупая, потому что 6-5 лет нас учили. Теперь стала умная, вас 4 года учат. Может, еще сделать 3? Пусть вот. А мы посмеемся на тему, как будет 3 года, а потом 2. Мы вместе будем смеяться, потому что так-то мы вроде как противоставляем друг другу. Я 5 лет учился, а вы 4 будете учиться. А так пусть они учатся 3. Пойдут вперед еще. Короче говоря, вопрос о развитии – это принципиальнейший вопрос нашего всего существования. И вот этот вопрос и должен стоять во главу угла. Россия должна развиваться, правильно? Россия, трудящиеся, должны развиваться. Ну, как вы собираетесь? Для развития нужно сократить рабочий день. Если я хочу, чтобы вы лучше работали, что я должен сделать? Вы будете отдыхать еще один час. Вы будете работать 30 часов в неделю. Будете заниматься, будете думать. И придумаете всякие вещи, которые продвинут нас вперед. А когда вы работаете много и устаете, вы уже ничего не можете придумать. Вам дойти надо до постели и грохнуться в нее. Вот и все. Как люди себе представляют развитие в современную эпоху? Сокращение рабочего времени – это условия успешного развития экономики сегодня. Сто лет назад был переход к восьмичасовому рабочему дню. За это время, как показывают материалы и исследования, которые проявили товарищи, я в этом тоже участвовал, в Нижегородстве в основном. Сокращение рабочего дня как основание современного экономического развития называется такая книга. Она висит на сайте фонда рабочей академии в разделе библиотека. Посчитали, что за сто лет настолько продвинулась мировая экономика, что можно спокойно сократить неделю до 30 часов, рабочий день до 6. И это только повысит объемы производства. А когда вы думаете, когда переходили к восьмичасовому рабочему дню, что упало что ли все? Или прибыли упали? Мы всех же выросли. Мы же знаем историю дела. А если мы еще дальше пойдем? Ведь когда появился впервые законодательно установленный рабочий день в России? В 1897 году. Какой? 11,5 часов. Но сейчас прогресс. Вот у нас есть носители и таких идей прогрессов. Прохор, вы знаете, он же предложил 12 часов сделать. 12 часов. Примерно михал на то, что мы и так заставляем фактически 12. Но тогда, если сделать официальный рабочий день в 19, не надо платить за сверхурочные. У нас существует законно установленный порядок такой. Сверхурочной считается работа сверх законно установленной нормы. Не более 40 у нас в неделю. А если вы сверхурочной идете работать, первые два часа в полтора раза, а дальше в два раза надо больше платить. А если установить норму 60? Прямо клади эту прибыль в карман и покупай новые острова. Это же Прохоров предлагал. Это же кандидат, между прочим, в президенты официальные. Везде какие-то глубокомысленные такие, какие-то изречения свои повесил, которые запомнить нельзя в силу полной пустоты. Но денег потрачено много. Он же обещал сделать светодиодное производство, которое не сделал. И Еммобель, который тоже не сделал. Соруд продал всякое то, что начал. А вот Стенден оставил по всей стране. И 60 часов хотел сделать. Хуже, чем в царской России. Вот они до чего дошли, эти деятели. И они считаются как бы элитой. Элитой это худше или лучше? Смотря где. Что значит смотря где? Ну если мы зерно, вот элитное зерно, вот это барахло. Элитное это хорошее же зерно? По идее должно быть, да, хорошее. Ну так, а элитное где бывает плохое? Элитное всегда хорошее? Элитное, это же оценочное. Элитное это лучшее, высшего качества. Или это просто на каком посту? Вот Гербачев был на самом большой посту. Это элита или барахло? Ну, сам себя, наверное, элитой, наверное, создал. А? Сам себя, он элитой, возможно, может быть. Да как, при чем тут он-то? Мы страдали-то люди все, а он-то-то, ладно. Он не страдает и сейчас. Но если человек пошел в 80-летие, отмечать в другой стране, в Англии, который здесь был президентом Советского Союза, в России. И что вы, какая? Это что, элита, что ли? Центропат. Горбачев, он ничего же не понимал вообще. Как вы думаете, кто написал книгу «Новое мышление для нашей страны, для всего мира»? Горбачев? Он ни одной статьи ведь не написал. Как он может написать книгу? Давайте так, вот вы будете писать книгу мою. Принесете мне? Я посмотрю, полистаю. А вы будете проверять ошибки. А вы поедете и покажете какому-нибудь умному человеку. А я подпишусь и гонорар получу. И так работал Горбачев. Есть Болдин, а его руководитель аппарата, книга, в которой говорится, что он сам не написал ни одной. Ни одной статьи вообще никогда. Поэтому элита. Так элита – это лучше. И лучше. Может, вы и есть элита, а там, может, и не элита. Там надо разбирать, кого считать, кого нет. Это не начальник. Или начальник – это элита, а подчинённый – это не элита. Не знаю. Не так, наверное. То есть это очень большая, крупная и интересная проблема развития социальной. И она относится, в общем-то, ко всем эпохам. То есть какую бы вы ни брали работу, скажем, какую бы вы ни разбирали, потому что был период перехода от первобытно-общинного коммунизма к рабовладению. Значит, элитой можно считать было элитным классом рабовладельцев. Они же самые передовые, прогрессивные. Они же всё это настроили. И организовали строительство и дворцов, и водопроводов. Ну, строили это непосредственно рабы. Но всё это организовывало, осуществляло. А вот эти рабовладельцы, они выделили тех, кто был освобождён от производительного труда и занимались науками и искусствами. Началось развитие науки и искусства. А без этого не было бы дальше ничего. А потом они разложились, всё передали. Ну, прямо как Горбачёк. Всё передали. Только сами болтали. А вот все функции позитивные передали рабам. Пришли другие народы, которые, германцы, да, и они вот разрушили рабовладение. Но они не разрушили же вообще общество. А в обществе появилась другая зависимость, феодальная. И разве феодальную эпоху мало у нас было? Разве феодалы не были прогрессивным классом? Вот Пётр I прогрессивный был? Царь прогрессивный. Памятник ему законно у нас стоит? Законно. Мы вообще памятники не убираем. Если он на реакционера был бы какой-нибудь, ну пусть стоит, чтобы вы помнили, какой был реакционер. Или надо, чтобы люди забыли, чтобы были только прогрессивные, а реакционных не было. Не надо убирать никакие памятники. Пусть стоят. Вот у нас памятник стоит Сахарову. Он их физик хороший, заслуженно. Ему должен быть памятник поставлен, как герой соцтруда. А политик совершенно негодный с его конституцией, которую он предлагал. И что, если он плохой политик, то памятник нельзя ставить. Надо только не такой, конечно, который называет утопленник. Якобы его Елена Боннер била, бросила в пруд, связав руки. И потом вытащили его оттуда и поставили сушиться. И так нам и оставили. Елена Боннер даже не приехала, чтобы не смотреть на эту аромату. А нашему университету хотели всунуть, чтобы у нас было. Наши сказали, не-не-не, он академический человек. Давайте его на площади поставим, в площади Академии наук. Так и он называется утопленник. Нет, официально так не называется. А денег пожалели, чтобы зелень-то снять. Если будет памятник, вы мне будете памятник. Вы зелень-то не оставляйте. Вы себе лучше так делаете. Мне сделаете обычный бронзовый. Но другие люди, как Майковский, говорили, нам наплевать на бронзы многопудия. Нам наплевать на каменную слизь. Пускай нам общим памятником будет построенный в боях социализм. Тоже хорошо. Совсем не обязательно памятники ставить. Ну и разрушать их тоже не надо. Зачем рушиться? Вот, например, кто способствовал созданию независимой Украины? Ленин. Что должны делать украинцы сейчас? По-хорошему. По-хорошему они должны вышиванку, все памятники одеть. И, значит, поклоняться ходить. Еще он прирезал. При Ленине прирезали туда и Харьковской области. Вот то, что считается Новороссией. Все туда прирезать. Они же никогда не были в составе Украины. Так что они должны хвалить этого Ленина. А они что делают? Ну, безграмотные люди темнота пришли. Темные. Но не всем же быть таким темным. Так что вот в применении к нашей действительности вот эта категория является категорией универсальной. И мы должны видеть, как она и в конкретном выражении себя проявляет. Теперь носители. Вот это вот. Носители развития и носители деградации. Это отдельный большой вопрос. И отдельно мы, наверное, рассмотрим вопрос, а кто выступает носителями прогресса и кто выступает носителями регресса и реакции. Правда? И как это все меняется, во что, в чем воплощается. Вот. А сегодня мы на этом закончим. А желающие получить билеты на конференцию и поучаствовать, пожалуйста, можете подойти и взять у меня. Все, спасибо. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...